Доброго утречка! Повтракаю. Конечно, у нас сейчас час дня. В общем, я вчера поздно очень легла. Так, у меня кашка, как обычно. И чай с вкусняшками. И еще смотрю, кстати, подсела на новый сезон. Американская история ужасов. Леди Гага тут снимается. В общем, новый сезон прикольный. Он про отель. Все события происходят в отеле. Очень много, как обычно, крови, убийств, загадок, трупов. В общем, как всегда, этот сериал, конечно, не советую для детей. Старше 18-15 лет, это точно. Ну, а я недавно узнала, что новый сезон вышел. И вот решила посмотреть, сколько серий вышло. Сейчас уже серий 8, наверное. Нет, 7 серий. И вот я шестую уже смотрю. Очень подсела. Хотя есть некоторые вот серии, которые мне не очень нравятся. Какие-то они тяжелые сами по себе. Но я все равно их с удовольствием смотрю. Прямо вот практически посмотрела 6 серий на одном дыхании. Скажите, любите ли вы ужасы, фильмы ужасов, сериалы, всякие такие ужастики? Я, допустим, люблю. Раньше я вообще фанатка была ужасов всяких. Но вот сейчас как-то у меня вперемешку. Я люблю наравне с ужасами и комедийные сериалы, и фантастику, фэнтези. Также приключения какие-то. У меня все наравне как-то. Но вот раньше, раньше я любила именно ужасы и их постоянно смотрела. Не знаю, мне знакомые, друзья, даже особенно родители, говорили всегда, у тебя с психикой не все нормально будет. Ну, не знаю, нормальный человек. Я или нет, наверное, судить лучше окружающим. Но, по крайней мере, я еще не убила никого. Да, сейчас у нас почти 6 часов вечера. В общем, я ем творог, плавленый сыр, целый кусень, молоко. Ну, и смотрю Беверли Хиллз. Всем привет! Я уже сняла макияж свой. Макияж этот сейчас на мне. Вот так вот выглядит мой осенний макияж. В общем, вот такой вот у меня немножко бардак. Буду сейчас собираться. Хочу одеться, одеть свое новое пальто. И сегодня такая не слишком холодная погода. Хочу выбраться опять в парк, в лесочек, так сказать, и там немножко поснимать и пофоткаться. Потому что я давно планировала выбраться, пофоткаться, но все вот никак ждала какой-то теплой погоды. Я говорила в прошлом влоге, да, что у нас вроде бы как-то и холодно. Потом в каком-то из видео я упоминала, что у нас похолодало. И действительно так и было. Была минусовая температура, но не очень сильный минус. Где-то, наверное, минус 5, да, где-то так было. Но был то снег, то дождь, то просто холодно. В общем, короче, погода какая-то странная. Не то, чтобы это как-то напрягает, но бывает иногда по утрам, когда ты собираешься и не знаешь, что в очередной раз там на улице и что тебе одеть. Бывали такие моменты, когда я выходила просто на улицу, одевалась легко и на улице просто офигевала, потому что на улице оказывалось намного холоднее, чем мне казалось на самом деле. Ну вот сейчас на улице вроде бы как потеплело и нет ни дождя, ни снега. У нас просто пасмурно. Как вы можете заметить, у меня в комнате вообще темным-темно. Хочу выбраться на фотосессию, так сказать, и надеюсь, что у меня это все получится. Ну а фотки вы, соответственно, можете увидеть в Инстаграм. Ссылка в описании, так что буду рада с вами там пообщаться и встретиться. Кстати, девчонки, я хотела сказать, что вот эту помаду, которую я купила, матовую от Belour Decision, в общем, ее камера все время почему-то передает не такой, какая она есть. Вот она сейчас у меня на губах, и на камеру я вижу, что она розовая, какая-то вот темно-розовая, либо ярко-розовая. В общем, на самом деле, вот она не такая. Даже в тюбике она кажется такой темно-розовой, да, но на самом деле она такая вот глубокая, красная. И когда я не включаю камеру, допустим, да, плей не нажимаю, помада, я вижу, что она именно такая вот, как в жизни. Но когда я включаю камеру, получается, что камера ее как-то искажает сразу же, добавляет, наверное, ей света, не именно цвета, а света, и поэтому она осветляется. Но на самом деле она темная, темная, именно темная, где-то между красным таким вином и между классическим красным. Знаете, что она не такая, как на камере, она именно темный, красный такой, приближенно к винному оттенок. В общем, решила передохнуть немножко. Буду пить чай с казинаками, как обычно. Я, кстати, чай пью без сахара, поэтому всячески пытаюсь к чаю что-нибудь такое покупать. И не сильно калорийное, не сильно сладкое и не сильно вредное. Ну вот казинаки, мне кажется, не настолько вредны, как конфеты. Ну и, соответственно, я не могу есть, не посмотрев что-нибудь. В общем, на ютюбе, кстати, стало как-то сыро. Я не знаю, я только одна такое заметила. Может быть, кто-то ещё заметил. В общем, как-то я подписана на практически всех топовых блогеров, русскоязычных. И как-то в последнее время никто не выкладывает видео, как-то долго не выходят видео. Я, конечно, не обвиняю никого ни в чём. Просто говорю, что как-то ютюб просто на ютюбе какой-то затишье. Не знаю, с чем это связано. В общем, может, есть какая-то причина этому, а я просто не знаю. Пока ютюб мёртвый, я смотрю, как обычно, сериал Беверли Хиллз. В общем, я уже говорила о нём, не раз говорила. И не знаю, мне нравится этот сериал. Здесь вот это время, 80-е, да, какие-то 70-е, 80-е, 90-е, да, эта мода сейчас актуальна. Допустим, вот эту помаду, которую я купила, этот цвет мне очень понравился из этого фильма. Те годы, когда снимался этот сериал и выходил, соответственно, был моден этот цвет, да, и он меня просто покорил. Из-за этого сериала я его и захотела найти, приобрести. Ну и, в принципе, интересные такие жизненные ситуации какие-то, да, которые просто бывают, вводят тебя в панику, поражают в какие-то моменты, а потом просто смеёшься, как легко они, в принципе, из них, из этих жёстких ситуаций выходят. Жизненно, потому что в моей жизни также было много таких ситуаций, когда ты думаешь, что всё, ну капец просто, ну хуже некуда, вот действительно, но на самом деле потом как-то всё образуется, и ты ещё действительно ржёшь над этой ситуацией, долго и нудно, и думаешь, блин, какая я идиотка была, я так нервничала, я извела там себя нервами, да, там предугаданиями какими-то, молодого человека тоже задолбала, ну в итоге потом просто он мне, как обычно говорит, я же тебе говорил, что всё будет хорошо. И вот этот сериал, он, в принципе, мне близок был ещё тогда, когда я его смотрела, сейчас он мне близок также. Конечно, когда начала его смотреть, кажется всё таким старым, всё таким вот из того времени, пережиток времени, но вот сейчас я уже смотрю, я не помню, какой там третий сезон, нет, четвёртый я смотрю, в общем, здесь их 10 сезонов, я смотрю четвёртый, и с каждым разом всё вот эта вот мода, всё близится к нам, вот к нашему времени близится этот сериал. Прикольно пересматривать такие сериалы, которые ты смотрел, и от которых фанател в детстве, как-то в некоторые моменты даже ржёшь сам над собой, думаешь, блин, чем он тебе нравился, вот реально, ну, чем может нравиться такой вот сериал. Кстати, не буду снимать отдельное видео по поводу каких-то сериалов, фильмов, хочу посоветовать сериал, сейчас мы смотрим с молодым человеком, ну, так, когда у него время есть, потому что он работает, в отличие от меня, вот, и мы смотрим, я нашла в топах этот сериал, и как-то он мне показался сначала каким-то не очень, именно по названию, по описанию, но мы начали смотреть первый сезон, и он нас просто покорил. Сериал называется «Демоны да Винчи», я его советую. Вот именно первый сезон нам очень понравился, я нисколечки не пожалела потраченного времени, потому что одна серия идёт около часа, и я вообще люблю такие сериалы, которые хорошие, да, вот сняты хорошо, сама история хорошая, как бы всё там офигенно, и серии где-то около часа, я просто смакую эти серии. В общем, второй сезон мы начали смотреть, уже третью серию смотрим, и, честно, немножко там трэша какого-то начали снимать, может быть, режиссёр поменялся, я именно саму историю сериала не читала, кто снимал первый сезон, кто второй, может быть, они совместно с кем-то работать начали, но мы всё равно смотрим, я его советую посмотреть, хотя бы просто вот из-за первого сезона. Я не знаю, какой он будет дальше, этот сериал, потому что я слышала от многих других людей, которым я советовала этот сериал, и они говорили, что им очень даже понравился. Я не буду описывать этот сериал, не буду говорить, что, о чём, почём, в общем, посмотрите сами. И ещё я посмотрела уже давным-давно сериал «Бестыжие», обожаю этот сериал, новых серий пока не вышло, нового сезона тоже пока не вышло, но я его посмотрела на одном дыхании, очень-очень быстро я закончила все пять сезонов, по-моему, их там пять, если я не ошибаюсь, а может даже и шесть. Советую, потому что это такой вот вызывающий, какой-то грязный где-то сериал, и в нём показывается вся грязь жизни, все вот эти вот моменты какие-то, которые мы не выносим за порог своего дома, никому не показываем в открытую, но вот в этом сериале показывается это всё, и мне поначалу первые две, наверное, три серии, он как-то показался грязным, каким-то противным, я не люблю такие вот фильмы, вот я знаю, многие русские режиссёры снимают такие фильмы, где вот всё показывается, вот это вот, вся грязь, весь быт вот этот, кто как чем занимается, и всё такое, в общем, мне не нравится это, но вот именно в этом сериале режиссёр так его снимает, что он показывает какие-то такие моменты, высмеивая их, и в то же время подчёркивая, что вот это вот так, в общем, я советую к просмотру, но только не для детей.